Накопитель должен быть 100% надежным, желательно, чтобы он был как можно более новее, так скажем, да, то есть если флешка используется у вас довольно давно, вы часто ее используете, что-то на нее копируете, переносите данные, да, и так далее, и так далее, вероятно, что ее ячейки могут быть уже изношенными, и вероятность ошибочной записи уже велика, поэтому помните об этом, обязательно проверьте накопитель перед тем, как скопировать на него вот этот файл. Следующий момент, что на вашем накопителе, после того, как вы выполните его проверку, не должно быть никаких сторонних файлов, это значит, что лучше всего будет его отформатировать, вот, чтобы удалились не только те файлы, которые вот вы заходите в накопитель и видите их, да, а еще и те, которые здесь есть скрытые, да, то есть при форматировании абсолютно все удаляется, я вам рекомендую это сделать, отформатировать накопитель полностью. После этого копируете туда один этот файл, чтобы там больше ничего не было, и после этого вам нужно перезагрузить ваш компьютер и зайти в его настройки BIOS. Зачем это нужно? Это еще один очень такой, так скажем, вопрос, который вызывает очень много дискуссий, это как обновлять BIOS. Есть различные утилиты и многие компании, я бы даже сказал абсолютно все, в том числе и Asus, предлагают определенные утилиты, которые позволяют обновить BIOS из среды Windows. Я хочу вам сказать, что эти утилиты нельзя использовать никогда. Обновлять BIOS из среды операционной системы это просто катастрофа, и лучше этого не делать. Да, зачастую оно проходит без проблем, но вероятность ошибки при таком подходе очень велика, потому как операционная система может зависнуть, программа может аварийно завершить работу, ваш антивирус может там что-то сделать, какой-то драйвер может, в конце концов система может выполнить аварийный сброс, возникнет ошибка ядра, так называемый CD экран смерти, да, и просто на пустом месте компьютер перезагрузится. Естественно BIOS будет зашит с ошибкой, поэтому вероятность ошибки крайне высока, если вы обновляете BIOS из среды операционной системы, никогда этого не делайте. Поэтому используйте тот способ, который показал я вам, просто скачайте файл BIOS с сайта производителя, загрузите его на проверенный флеш-накопитель, и сейчас мы с вами перезагрузимся, вам необходимо перезагрузиться и войти в настройки вашего BIOS. Итак, мы с вами находимся в BIOS, я попал сюда при нажатии клавиши DEL, при загрузке компьютера, в вашем случае может быть потребуется нажать какую-то другую клавишу, это все зависит от конкретной модели системной платы, которую вы используете. Я использую системную плату ASUS, и в них уже долгое время для входа в настройки BIOS служит нажатие клавиши DEL. Что ж, так или иначе, вам необходимо попасть в это меню, и что здесь необходимо сделать? Опять же, я напоминаю вам, что меню данного BIOS, оно может различаться в зависимости от конкретной модели, конкретной системной платы. Поэтому, мое меню может быть не похоже на ваше, но суть не в этом. Суть в том, что вам нужно найти вкладку, либо же кнопку, и так далее, и так далее, в зависимости от вашего BIOS, которое может называться как Tools. У меня это предпоследняя вкладка, то есть, если вы видите, на главной здесь все, что касается настройки даты времени, накопителей, дальше идет разгон системы, управление напряжениями и так далее. Следующая это вкладка управления различными устройствами, которые размещены на системной плате, интегрированы в нее такие, как звук и так далее. Следующая это работа с питанием, режим спящий и ждущий, далее настройка загрузки, приоритет, с какого диска загружаться сначала, с какого потом. И вот оно, меню Tools. Предпоследний. Здесь находятся какие-то утилиты, так скажем, которые являются второстепенными. Здесь же располагается технология Asus Express Gate, так скажем, то есть, это такая операционная система, мини-операционная система, которая распаяна в особом чипе памяти на системной плате Asus. И здесь же есть утилита Asus Flash. Утилита перепрошивки BIOS может называться как BIOS Update, BIOS Write, BIOS Flash и так далее. За дополнительными пояснениями вы можете обратиться к руководству, потому как названия опять-таки могут быть разные. У меня эта утилита называется Asus Flash. И что необходимо сделать. Я надеюсь, что когда вы перезагружали ваш компьютер, у вас Flash-накопитель вы из компьютера не вынимали с вашим BIOS. То есть, когда вы скопировали файл BIOS на Flash-накопитель, на флешку, не вынимайте ее из компьютера и тут же перезагружайтесь вместе с ней, чтобы она была подключена, и заходите в BIOS. То есть, технология должна быть такой. Если вы этого не сделали и вытащили все-таки флешку, то просто сейчас перейдите в вашем BIOS в меню Exit и здесь выйдите без сохранения настроек. То есть, Exit and Discard Change. То есть, выйти без сохранения. Перед тем, как нажать эту кнопку, вставьте флеш-накопитель, нажмите сюда на пункт Выход без сохранения. Компьютер перезагрузится и вы снова должны войти в BIOS. То есть, таким образом, чтобы флешка была как-то прочитана на этапе загрузки и опознанно. Что ж, мы вернемся к утилите прошивки. У меня она называется Asus Flash. Вам необходимо в нее зайти. Просто нажимаете Enter. У вас здесь спрашивают предупреждение, действительно ли вы хотите зайти в эту утилиту. Вы нажимаете ОК и попадаете во встроенную утилиту перепрошивки BIOS вашей системной платы. Значит, что сейчас вам нужно сделать? Здесь слева в колонке имеется список дисков и каких-то накопителей, которые подключены к системе. Здесь вы можете видеть диск C, диск D, это физические жесткие диски и еще два дополнительных накопителя, которые у меня сейчас присоединены к компьютеру. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто перейти в нужную директорию, выбрать... Допустим, я перейду, сейчас нажму клавишу Tab, чтобы переместиться в левое меню, выберу диск D, он у меня прочитается, да, и здесь, допустим, у меня вот этот файл является файлом BIOS. Вы просто нажимаете Enter, но я, естественно, нажимать этого не буду, потому что у меня BIOS здесь уже самый последний, версия 20.03, как вы можете видеть, и прошивать мне его не надо. Суть в том, что вы увидите на вашем флеш-накопителе файл с надписью, с названием вашего BIOS, да, вам просто нужно нажать Enter, программа еще раз спросит вашего подтверждения на запись, и непосредственно перепрошьет BIOS. Перед этим некоторые системные платы, в частности системные платы ASUS, выполняют проверку файла BIOS, не поврежден ли он. Это очень такая важная, и я очень рад, что такая функция имеется в системных платах ASUS, то есть даже если накопитель оказался поврежден, и даже если какие-то там проблемы, файл скопировался с ошибкой, да, здесь на самом последнем этапе ошибка все равно выявится, так как сначала, после того, как вы выберете тот файл, который вам необходимо перепрошить, нажмете Enter, перед тем, как его прошить, системная плата ASUS проведет еще проверку. В принципе, это все, да, после успешной перезаписи компьютер просто самостоятельно перезагрузится, и вы можете вытащить флеш-накопитель и загрузиться в операционную систему. Никаких больше действий выполнять не нужно. Вот и вся операция. Но в заключение я хочу вам еще сказать такие моменты, которые касаются перепрошивки, да. Во-первых, должна быть абсолютная стабильность работы компьютера. Это значит, что не должно быть никаких отключений электричества во время этой операции. Хотя она, конечно, длится недолго, но если вашему компьютеру не подключен источник бесперебойного питания, если вдруг случится так, что в этот момент выключат свет у вас в доме или в квартире, да, то, к сожалению, системная плата может выйти из строя. Если у вас есть источник бесперебойного питания, и он позволяет держать компьютер в рабочем состоянии хотя бы пару минут, этого более чем достаточно. Обычно прошивка идет, ну там, секунд 30-40, не больше. Но именно в этот момент необходима полная стабильность работы компьютера и электропитания, да, то есть, чтобы он не выключился. Еще такой момент. В этот момент некоторые биосы, перед тем, как, ну так скажем, некоторые утилиты для прошивки биоса, которые встроены в системную плату, да, они позволяют сохранить биос текущий. На всякий случай. И в данном случае утилита Asus Flash позволяет это сделать. Таким образом, когда вы перешли, да, на свой флеш-накопитель, который вы вставили, допустим, у меня он под буквой D, да, здесь внизу есть блок ноут, в котором показаны операции, которые можно производить здесь, да, то есть кнопки перемещения, и есть такая кнопочка B, backup. Вы можете нажать ее, и до прошивки нового биоса у вас еще сохранится текущая версия на ваш флеш-накопитель. Это очень полезная функция. В принципе, я вам также рекомендую ей пользоваться до того, как прошить свой биос. Но если ее нет, то не стоит переживать, потому как, если вы сделали все правильно, если вы перепрошиваете биос именно через встроенную утилиту, как мы в данном случае, а не через Windows, да, то есть здесь мы прошиваем биос в обход операционной системы, драйверов и различных программ, то есть здесь, в принципе, при правильном подходе ошибки исключены, потому что это среда DOS, это не среда Windows. Если вы таким образом перепрошиваете через среду DOS, через встроенную утилиту в вашу системную плату, если у вас хорошая флешка, которая рабочая, да, вы ее проверили перед тем, как скопировать туда файл биоса, если у вас есть источник беспребойного питания, и вы все сделали правильно, то вероятность успеха, ну, по крайней мере, процентов 99, да, ну, в принципе, конечно же, 100, но ошибок никаких быть при таком подходе не должно. По крайней мере, это самый безопасный способ прошить биос. То есть, когда вы выполните все условия безопасности, то бояться особо нечего. Что ж, вот, в принципе, и все, что я вам хотел сказать по поводу обновления биоса в вашей системной плате. Надеюсь, это видео окажется вам полезным и развеет различные мифы, да, различные непонятки, которые были у вас в голове, возможно, относительно этого процесса. Как видите, все просто, просто к этому процессу нужно подойти ответственно. Здесь нет ничего страшного, здесь просто нужно взять хорошую флешку, скопировать туда файл, который закачался без проблем, да, перезагрузиться, не пользоваться Windows, зайти в биос и с помощью встроенной утилиты все это перепрошить. Тогда все у вас будет в порядке. Что ж, на этом мы данное видео заканчиваем. До встречи в следующих видеокастах.